Друзья, всем большущий приветик! С вами Алиса, и мы с вами играем в Симпсоны из Принфилд. Ну что, я надеюсь, игра нас сегодня не подведет, все будет в порядке, так как я очень хочу купить малыша Фринка. Ах, ну давайте. Так, место сейчас освободим, да. Ну, держим кулачки. Пожалуйста, купись нормально. Ну, вроде бы ничего так. Превращение в младенца, побочный эффект почти половины всех опытов. Малыш Фринг. Здорово, еще один малыш появился. Говоря научно, а именно так я всегда и говорю, логического объяснения тому, что я сейчас разговариваю с собой ребенком, не существует. Тогда, если рассуждать логически, этому имеется нелогическое объяснение. Просто железобетонная логика. Желаю тебе такого же крепкого подгузника. Нам надо провести серию экспериментов с модуляторами и мензурками на фоне большого бабаха. И тем самым определить, являешься ли ты моим отпрыском, клоном, роботом или одной из 37 других нелогических вероятностей. А еще это будет весело. Согласен. Заставить малыша Фринка играть в безумного самоделкина. Интересно звучит название. Давай, малыш, беги к себе домой. Красивый домик у него такой. Ммм, всякие штукенцы вылезли. Спутниковая антенна. Круто. Ай, что штука, конечно. Очень красивое здание. Надо будет его поставить где-то поближе к дому Симпсонов, чтобы видно было это задание почаще. Класс, мне очень нравится. И оно четырехчасовое. Как вы знаете, я чаще всего отправляю своих персонажей на 12 и на 4 часа. Поэтому я очень рада. Задание офигенное. Ну что, а мы давайте ускорим. Существует только одно логическое-нелогическое объяснение. Я вернулся назад в прошлое, в то время, когда был еще мелким несмышленышем. Я этого боялся. А еще монстров у себя под колыбелькой. Мы никоим образом не должны допустить, чтобы я случайно прикоснулся к чему-то, что может нарушить пространственно-временной... Да-да, пространственно-временной континуум. Все об этом знают. Просто замолкни и начни уже его не нарушать. Заставить малыша Фринка постараться не менять хронологию событий. Ух ты, круто! 12-часовое задание, снова анимированное. Прям радует сегодня Фринки. Пошел куда-то, пошел. Он такой на стреме какой-то перепуганный ходит. Случайно наступил на бабочку, то ли он пытается на нее не наступить, я так понимаю. Но реально Фринг прикольный. Он мне даже нравится больше, чем взрослый Фринг. Смешной. Как вам, друзья? Наш малыш Фринг. Пишите в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну и давайте освободим все-таки маленького. Он такой перепуганный. Не нужно столько бояться. Это вредно. О, нет, мы совершили ужасную ошибку. Это ты переместился назад во времени, а не я. Поэтому это ты не должен нарушать пространственно-временной континуум. О, великий механик. Если я что-то нарушил, да что угодно, тогда я больше не существую. Верно, но поскольку ты существуешь... Эй! Ты где? Наверное, пошел в магазин купить для меня детское питание, потому что если я умру от голода, то его самого не будет. Есть здесь кто? А где Фринг подевался? Заставить малыша Фринка постигать непостижимое. Очень грустно звучит название. Всего на часик. Наверняка домой пойдешь, да? Да. Ну, анимация у дома прикольная. Даже если Фринг не будет здесь на крыльце делать свое задание, дом уже красиво преображается. И это здорово. Надо будет хорошее место ему подыскать. И все. Как мы видим, всего лишь три задания. Вот. Решили разработчики снова уменьшить. К сожалению, количество я бы и пять с удовольствием прошла. Вот. Но всего лишь три. И сегодня я еще что хотела сделать. Друзья, у меня осталось... Остался всего лишь один миллиончик для Сесила. И мы получим последний приз от него. Молот и наковальня. Давайте отправим. Стоять, стоять. И ускорим. Не будем же мы сейчас ждать целый час. Есть. Эх. Ого. Немаленькая эта наковальня. Ага, гомерчик. Сейчас нужно будет его освободить, наверное. Ну, такой стиль старого города. Видите, кусочек скалы и здание, наверное, хорошо впишется с такими деревянными старыми зданиями. Ну, что ты хочешь? Заставить гомера испытать иронию. Восемь часов. Да, пока ты дойдешь. Я, кстати, думала, что Сесил что-то скажет наподобие «Молодец, что получил все призы». Нет, ничего. Вот просто галочка появилась и все. Уже скоро появятся просто невероятно дорогие товары, на которые можно потратить с таким трудом заработанные средства. Но я слышала, что уже много лет здесь призы не обновляются, поэтому уже скоро это всего лишь обещание. К сожалению. Ух ты! Обалдеть! Это капец, бедненький гомерчик. Итак, восемь часов, представляете, вас будут бить то опту стену, то опту. Хорошо, что он у нас имеет миллион жизней и восстает, и опять как новенький, как огурчик. Ну, в общем-то, друзья, на такой, ну, условно веселой ноте мы будем завершать наше видео. Следующее видео будет уже со вторым актом следующим. Вот. Какие будут в нем призы, я сегодня выложу в сообществе. Так что заходите на канал, смотрите, друзья, участвуйте в обсуждениях. Ну и все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!